Добрый день дорогие друзья. В гостях у программы есть что сказать. Екатеринбургский режиссер документалист, руководитель видеогруппы культурного центра солдаты России Ирина Мороз и председатель Краснотуринского союза ветеранов боевых действий Роман Бисеров. Здравствуйте друзья. Я предлагаю начать с просмотра видеоклипа который Ирина принесла а дальше мы уже объясним зачем его показали и о чем будем говорить мне реально страшно мы летим в Чечню В Чечне свой воздух в Чечне люди другие. Постоянно идет оценка и просчитывание ситуации которые происходят вокруг них Здравствуйте товарищи пограничники. Здравия желаю. Стали друг друга расспрашивать, спрашивать кто был с ним в машине, кто ехал с ним туда, кто должен был ехать с ним обратно и поняли что Юра с нами не вернулся в тот второй В одну из тех машин в которые мы ездили был захват. Машину захватили С Урала прибыли гости ветеранов афганской войны чеченских событий Понял. Рахмат. Мы вас на будущий год опять ждем с подарками За свою многолетнюю службу здесь это пожалуй первая группа которая здесь побывала Мне было забавно смотреть на гражданских людей которые были в составе нашей группы как они реагируют на боевую обстановку Ой, какой красивый цветочек, а пойду-ка я его сниму А кто понимает, у меня шкура дыбом становится, что вот так делать нельзя и вот так делать нельзя С каким чувством покидаете родину? С большим желанием вернуться Вот это Рокский туннель, пол туннеля наши, пол туннеля грузинская сторона, ну южна сеть Которая пока в составе Грузии Здесь последний наряд Здесь видео проектов Ничего в родинах не продаются Так как в данном войска не продаются Так как наши вещи не продаются Спасибо Расскажи о службе пожалуйста, как граница охраняется Вот когда мне Ирина впервые рассказала про пограничный марш Меня это страшно зацепило И очень хотелось рассказать об этом как можно больше Ну вот у нас формат программы 15-минутный Мы об этом как-то раз уже говорили Но хочется все-таки наиболее полно раскрыть эту тему Рома, насколько я понимаю Вот пограничный марш это был такой проект Когда ветераны, да, и не только ветераны Собрались и поехали по дальним заставам пограничным Для того, чтобы ребят просто навестить, поддержать там Ну что, они не одни Показать это, да, привезти им там, не знаю, тепло своих сердец Песни, какую-то гуманитарную помощь Потому что не секрет, что там снабжение не всегда на должном уровне Вот, и поскольку я смотрела не только клип, но и большой фильм об этом проекте Я знаю, что вы в этом пограничном марше участвовали как-то очень экстремально Да, так получилось На самом деле, в тот день, когда произошла авария Я познакомился как раз с Ириной Мороз А, то есть это вот и так, и так, и так все Да, да, это был один из первых концертов вообще той акции Еще здесь, на Урале, чтобы, так сказать, подключить к этому проекту школьников уральских Концерт был в Полевском Да Мы были в школе, выступали, значит, были ребята из кадетских клубов Полевского Было хорошее такое, хорошее такое было мероприятие И после него я ехал домой и попал в серьезную аварию на трассе Буквально через несколько дней надо было ехать на Кавказ И я понимал, что надо решать или оставаться жить, или умирать Потому что было все очень серьезно Первый вопрос мы решили И у меня из десяти пальцев двух рук работал только мизинец Все остальное было либо сломано, либо сильно там, так сказать, пострадало И я понимал, что я в таком состоянии могу только петь Ходить и петь Вот И И я решил, что я снова поеду Об этом не знал никто из членов группы Чтобы меня в таком состоянии не выгнали из поезда Я договорился с проводниками и сел в другой вагон И уже когда поезд разогнался, чтобы меня было не выгнать Я пришел к своим Вот Ну куда было меня девать, меня, конечно, забрали И ничего, адаптировался Ирина меня по утрам гримировала, выбирала все следы на лице Гипс заматывали камуфлированной косынкой, чтобы это никого не пугало И нормально, работал, выступал, пел по нескольким мероприятиям в день С точки на точку, где-то машинами, где-то вертолетами То есть, ну вот так вот То есть, ну я понимал, что я там нужен Потому что я знаю, что есть служба на Кавказе И все-таки было вот такое ощущение чего-то серьезно надвигающегося Вот я про нападение Грузии И почему-то туда очень сильно тянуло именно поддержать Именно поддержать пацанов Ребят, а когда это было? Мы были за полтора-два месяца где-то до того, как Грузия напала Мы были конец мая, начало июня 2008 года Да, и 8 августа, да, было нападение, насколько я помню То есть, вот где-то все так уже достаточно серьезно там кипело В приграничных районах Но нам с Божьей помощью повезло Вернулись полным составом Работу полностью, я считаю, выполнили там В той командировке Ирина, вот ты по роду своей творческой деятельности Много общаешься вот с такими людьми, которые прошли уже войну Но которые вот то ли не навоевались То ли им больше всех надо Почему их тянет-то вот туда-обратно Я вот не Романова специально спрашиваю Чтобы не заставлять его там говорить какие-то, не знаю, там Пафосные слова или вызывать на откровенность Которую, может быть, не хочется Вот тебя спрашиваю как человека, который вот варится в этой каше Потому что, ты понимаешь, вот у людей, которые сидят перед телевизором по вечерам И только перед телевизором, да Возникает вопрос, зачем, зачем, куда, куда вас несет От семьи, от детей, непонятно в каких условиях На самом деле у меня такая же, собственно, ситуация Потому что я периодически, поехав туда один раз Я возвращаюсь снова и снова Там, понимая, что вот на этой грани войны Другой ситуации совершенно Когда там все чувства обострены Там любая фальшь, она вылазит наружу И люди сразу видно, кто ты есть То есть, если этот человек в чем-то слаб Он может эту свою слабость показать и преодолеть, например Или, например, сказать, все, я не могу и уезжает То есть, люди, да, люди показывают себя Очень, так скажем, обостренно И вот потом в мирной жизни этого очень сильно не хватает Не хватает тех чувств, накала, той откровенности, может быть, вот этих вот качеств Поэтому вот периодически получается, что мы все там оказываемся И я в том числе, мне периодически не хватает И когда вот здесь, кажется, вот рутина затягивает Опять едешь туда, чтобы почувствовать, что нужен и ты И то дело, которое ты делаешь, оно не зря И поэтому вот раз за разом мы все время там Ром, какие самые яркие впечатления вы вынесли из этой поездки? Во-первых, где вам удалось побывать? И вот что больше всего зацепило? Побывать удалось много где Мы проехали не только Чечню, мы проехали Ингушетию Проехали Северную Осетию Ну самое, наверное, сильное впечатление как раз было не от Даже не от территории, где было горячо на тот момент Наверное, больше всех, так сказать, зацепил спортзал в Беслане Мы не планировали, и у нас не было в планах туда даже заезжать Нам просто вдруг какой-то момент водитель, который нас вез, говорит Мы едем мимо той самой школы И мы не смогли мимо проехать Это было единое какое-то решение, был единый какой-то порыв Мы попросили остановиться, чтобы купить цветов, и зашли туда Это был мой первый туда заход И все, и часть меня, наверное, всегда там осталась Я был там неоднократно после этого И уже сейчас знаком с людьми, кто был в этом зале И знаю всю эту историю, наверное, практически все Так сказать, из первых уст Но я знаю также, что я буду там еще, еще, еще Ну и сюда Вы же тоже привозите этих ребят, педагогов, которые были и пережили Да, завязалась очень тесная дружба Завязалась очень тесная дружба и с ребятами, кто был там еще как школьники И со взрослыми, кто был там как учителя И вот, слава Богу, все так сложилось, что В прошлом году мы отвезли туда группу школьников наших уральских из Лобвы У нас там есть большущий наш друг Алексей Лохин Низкий ему поклон за то, что он делает с военно-патриотическим клубом «Клинок» Откликнулся сразу же Сделал все для того, чтобы эта поездка состоялась Ребята были и в спортзале, и были на кладбище в городе Ангелов Ну, они все тоже правильно понимают После этого мы пригласили их с ответным визитом сюда к нам Этим летом ученики школы номер один из города Беслан с учителями Были у нас в гостях на Урале Посетили очень много значимых и знаковых наших мест уральских И храм на крови, и в Ганиной яме они были, и в Невьянской башне нашей То есть, ну, все, что мы смогли за то время, что они были здесь им показать Здесь на Урале, мы показали Сейчас уже с ответным визитом недавно снова наши уральские были там Участвовали в субботнике на кладбище в городе Ангелов То есть, ну, это уже такая очень тесная дружба Урала и Беслана Я думаю, мы ее будем только развивать Только развивать, потому что это та самая история, которую я считаю Независимо от удаления от этого спортзала, мы должны все знать Знать и самое главное помнить, чтобы больше этого не было никогда Ребят, наверняка у вас что-то есть в ближайших планах интересное Конечно, есть поговорка абсолютно справедливая Хочешь насмешить Бога, расскажи им о своих планах Ну, вот в качестве надежды, в качестве того, что хотелось бы осуществить Ну, у меня в планах в творческих выпуск альбома сольного Уже накопился материал, надо немножечко поднажать, доработать Очень хочется, чтобы он уже вышел в свет Первый мой проект сольный называется «Иконка» или «Песня солдатской души» По одноименному названию песни в этом альбоме, которую я написал в мае 95-го под Грозным Так и называется «Песня иконка» Вот, а сейчас такой более уже, может быть, такой современный материал Но он есть, надо его выпускать, потому что люди ждут Я надеюсь, что до конца года я дожму этот проект Ну, конечно, с участием своих товарищей Вот, мои планы пока вот такие Ирина Ну, у меня получается все одинаково Я езжу в совершенно разные города Попадаю в совершенно необыкновенные ситуации Я никогда не загадываю заранее, о чем будет следующий фильм Но они бывают такие разные, неожиданные И я этому радуюсь, что именно вот Я могу что-то новое познавать Я могу что-то новое для себя открывать И этим живу Спасибо за то, что вы делаете И спасибо за то, что вы пришли к нам сегодня Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами Оставайтесь с нами и впредь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!